Девчоночки, вот, кто худеет, ну и в любом случае, кто не хочет употреблять сладкое, очень советую. Мне тоже по вечерам хочется сладкого. Я покупаю замороженные ягоды. Ну, вот конкретно сейчас я ем черную смородину. И вот я сейчас собираюсь смотреть фильмы. Мне нравится, когда я смотрю что-нибудь интересное, что-нибудь жевать. Они не калорийные. Я их высыпаю в чашечку и вот такими они размахну, ну, замороженными. Также там причмокиваю, ем. Они дают мне сладость и мне сладкого не хочется. И еще также от желания сладкого сухофрукты помогают. Курага там берешь с собой и начинаешь причмокивать. Они дают сладость. И, как сказать, организм получает сладкое и не требует. Все равно сладкое организму нужно. Попробуйте, кому не надо, не комбот варить, а просто вот замороженные. Вон, я уже до этого ела. Я очень выгодно полтора килограмма черной смородины. По скидке с 300 рублей покупала. Вот, ну, сейчас вот маленький пакетик был. Тоже через Бермаркет заказывала. Так что буду есть черную смородину. Ну, вот, я себе, считай, насыпала целую эту чашку. Вот, и буду в прикуску их есть. И что-то и жую, как бы, и отвлекаюсь. И при этом не калорийная. И очень, кстати, полезная. Очень много в черной смородине, даже замороженной. Очень много витамин. Вы попробуйте. Она реально очень вкусная и сладкая. Вот, так что же, ну, попробуйте. Может быть, вам этот способ понравится. Мне на вкус очень-очень нравится. Вот, так что... Всем-всем привет. Сейчас ночь. И за... Ну, и вот утром у меня будет уже последняя смена на работе. Вот, и я сейчас смотрю. Мне что-то родилась гениальная мысль заказать пиццу на работу. Ну, как бы, попрощаться, проставиться. Я проработала. В семнадцатом году работала с этим коллективом, наверное, полгода. Это тоже временно заменяла. И потом с девятнадцатого года, с июня, вот, проработала до настоящего времени. Коллектив очень хороший. И хочу, ну, как-то проставиться, угостить. Вот, что-то я не подумала сделать самой как-то пиццу. Даже в мыслях не было. Подумала, что что-нибудь куплю. Но у меня по пути только пятерочка. И там я не знаю, что можно купить. Сейчас вот рассматриваю пиццу. Вон есть пицца 500 грамм. Пепперони. С Макбери. И пицца мексиканская. Вот. Наверное, здесь закажу. Вот. Ну, наверное, привезут пиццу. И всех угощу. Вот. И нормально попрощаюсь. Потому что все равно коллектив меня принял, поддерживал. Я, мне очень нравилось в этом коллективе работать. Так что с ним поснимаю вам последний день на моей работе. Я буду, конечно, периодически приходить по возможности навещать. Ну, как вы все знаете, на работе, когда ты уходишь, то пустое место свято не бывает, как говорится. И у тебя другие заботы, и у людей своя жизнь. Так что вот так. Вот я на своем канале с утра. Доброе утро всем. На Дзене. Я уже создала. Вот у меня мои статьи. То есть я публикую какие-то видео интересные с Ютуба. Но и пишу статьи. Вот. Опубликовано уже 13. Вот. И тут показан мой прогресс. Вот. Жизнь с надеждой. 12 подписчиков. Карма. Ну, в этом я еще не разобралась. Но это, видимо, мой прогресс какой-то. Вот. Карма 14 из 100. И среди подписчиков, этих авторов, как я понимаю, или новичков авторов, я на 16 месте 16 981 из 368 789. Ну, кстати, неплохое место. Вот если учитывать, что из 300 тысяч. Так что вот. И здесь показано время просмотра. 534 минуты. А надо набрать 10 тысяч минут, и тогда можно будет уже писать о монетизации. Конечно, каких-то великих денег там не будет. Но это будет приятным бонусом за свою работу. Потому что я все равно считаю, что это труд. Написать статью, задуматься о чем написать. Написать интересно. Вот. Так же, как и блогинг. Вот. И мне, честно говоря, какое-то, наверное, второе дыхание открылось. Вот. Так что, если вам интересно, обязательно заходите, смотрите. Вот. Я буду вас очень рада-рада видеть. Сейчас как раз тоже пытаюсь одно видео выложить. Немножко его изменить. С ютуба его скачала. И сейчас постараюсь выложить. Иду на работу. И мне сейчас грустновато. Потому что последний раз, ну как, иду по этой дороге именно на работу. Вот. Ну, не знаю, буду ли я вообще здесь ходить. Так как переезжаю в Североморск. И последний раз сегодня буду открывать салон. Вот. Что-то мне сегодня грустновато, если честно. Просто задумываюсь о том, что больше эту работку... Ну, на этой работе не буду работать. Вот. Хорошее место. Уютное. Работа спокойная была. Сейчас я тут все повключаю. Если бы тут зарплата была бы хотя бы 23-24 тысячи, я даже была бы готова работать 4 дня через 2. Но, увы и ах. Работа, ну, зарплата в 14. А если еще свекровь будет работать, то это вообще 7 тысяч. Так как мы с ней делили смены. Это, конечно, не зарплата. Вот. Ну, и надо искать с официальным трудоустройством. Вот. Но это место было хорошее. Честно. Меня здесь приняли хорошо. Здесь не было каких-то таких терок, конфликтов. Вот. Работа, конечно, очень хорошая. Ладно. Сегодня куплю пиццу, закажу сюда. Проставлюсь с, как сказать, коллегам. Вот. И попрощаюсь с ними. Ну, как, мы с ними на связи, если что. Ну, как все знаете, уходишь с работы. Это как в лагере. Сначала все-все так скучают, а потом свои дела, проблема. Вот. Так что. Вот такое у меня было и хорошее место работы. Не в денежном плане, но морально. Мне здесь было очень комфортно. Хотя часовой день. В начале даже я работала с 9 до 8. Сейчас это уже с 10 до 6. В 6 могу уходить или в 7, как там по работе. Это сейчас уже рабочий день более-менее. После пандемии более такой меньше. Вот. В начале работала с 9 до 8. Но мне здесь приняли очень хорошо. Коллектив очень хороший. Были моменты некоторые рабочие. Но сильно как-то они не сказались. На работу мне вспоминается только-только хорошее. Сама атмосфера здесь хорошая, уютная. Но, наверное, за такую работу и не платят по 25 тысяч. Хотя сейчас с инфляцией, с ценами. Ладно, не будем о грустном. Сегодня я вам поснимаю, может быть, как куплю пиццу, как привезут. Вот. Это мой последний день на этой работе. У меня есть среди работ самая моя любимая работа. Работа мечты. Есть самая трудная. Ну, это рубрики, да, такие. Есть самая трудная. А это была самая спокойная, самая дружелюбная, и самая ненапряженная работа. Наверное, так. Самая легкая работа. Я скажу так. Самая легкая. По интересности я не скажу, конечно, что тут интересно сиди, ну, работать. Но по, как сказать, по дружелюбию, по спокойствию, по атмосфере здесь самая-самая была легкая работа для меня. Вот. Ну, пора что-то менять. Начинается, как говорится, новая жизнь. Поехали. Сегодня еще узнала, что умер Лановой. Блин. Это один из самых моих любимых таких вот, ну, в таком возрасте актеров. Потому что я помню в фильме «Офицеры» это просто какой мужчина, какой типаж, ну, он вообще просто супер. Так что, да, ушла эпоха. Уходят потихоньку такие актеры. Честно говоря, вот в нынешние вот до 35 актеров, до 40, я даже не запоминаю, даже их не знаю. Нет, я знаю, мне постоянно как-то говорили про Прилучного, что это классный. Ну, из самых таких актеров молодых, это в кавычках сказать, это, наверное, мне нравится Хабенский. Вообще, я его полюбила бесконечно еще с улицы Фонарей. Вот. Машков. Вот. Домогаров мне не очень нравится. А вот именно из молодежи, ну, которые вот 30 лет, вот как Прилучному или как Петрову Александру, мне они не нравятся, мне не вызывают они никакого вот интереса, как вот женского или еще какого-то. Лановой – это, конечно, личность вообще. Это просто он мог сыграть и обычного, и благородного, и графа, и обычного мужчину, блин, так что очень-очень жаль. Я еще раз хочу показать всем, кто не видел. Вот такие крымские масла на Валберсе мне подарила сестра. Вот. У меня уже есть ландыш, сирень, зеленое яблоко, вишня и лаванда. Ну, лаванду я не советую, ее надо нюхать, мне нравится, но не для всех запах. Вот эти запахи удобны. И вот эту крышечку снимать, оказывается, не надо. Тут есть дырочка, и просто капаешь себе в руку и растираешь. Маслянистого никакого следа не остается, вот, и запах очень долго держится. Честно говоря, после этого духами пользоваться я не хочу. Я заметила, что эти масла меня успокаивают. Были моменты, когда я сильно нервничала, вот, сирень особенно, вообще меня успокаивает. Очень приятный запах. Вот, так что, показываю вам крымские масла. Стоит недорого, вот этот тюбик 200 с чем-то стоит. И хватает его надолго. Вот, вот так вот. Утихают страсти в паре Ромашова и Бухенбалты. Никто не понимает, в каких отношениях Женя и Кристин. На прошлом шоу Ромашов сказал, что их объединяет только лучше всего. Не могу дозвониться до пиццы. Накрасила одну бровь. Сейчас буду вторую рисовать. Хочу заказать пиццу, чтобы через час уже привезли. И все, кто на работе будет, вот, хочу заказать две пиццы. Вот, чтобы я сегодня какая-то с собой еды не брала. Вот, сейчас буду рисовать себе еще одну бровь. Нет, надо потемней. Короче, сейчас буду звонить заказывать пиццу. Сама я не сделала. Ну, если честно, она мне будет... Я выбрала две пиццы. Вот, мне посоветовали пицца 51 в Мурманске, очень хорошая. Вот, и по 750 грамм каждая. Вот, я буду заказывать мясную и с салями. Они где-то мне обойдутся в 900 рублей. Две пиццы я бы за 900 рублей на полтора килограмма, я бы, наверное, не сделала. Намного все дороже было бы. Тем более, они две разные пиццы. Попробую, пока посмотрю, вам расскажу. Так, вот, пицца. Вот, круто. Одна... Не помню, короче, какие, где. Ну, вот такие пиццы. Вот, и я представляюсь. Я ухожу. Да, тоже ерум. Трябель. 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 Ты в этом месте. Дvestа 뿌�ится еще раз. Трябель. vielä, ровно- state geehr метод à них. Трябель Valeю¿ подсетonya? Тря reduced rate ров emp Ó. Трябель до тябель. Трябия. Продолжение следует...